И сегодняшняя недельная глава Торы называется «Трума» или «Приношение». Это книга «Шмот» или «Исход», 25-я глава, с начала и до конца 27-я главы. 25-я, 26-я, 27-я глава. И сегодня мы, друзья, начинаем рассматривать большой раздел Торы, посвященный Мешкану и Лискинии. То есть с 25-й главы книги «Шмот» до ее конца, до 40-й главы, описывается ее устройство с небольшим перерывом, описывающим грех золотого тельца. Таким образом, целая треть книги, большой книги, она посвящена только Мешкану и говорит о ее значении, что говорит о ее значении в жизни еврейского народа. Ну и если мы в целом посмотрим на книгу «Шмот», мы увидим, что первые 15 глав, они говорят о выходе, об исходе. Следующие 9 глав, с 16 по 24, они описывают путь к Синаю и заключение завета. И потом дальше идет разговор именно о Скинии. И мы понимаем, что это был путь к Скинии. И почему это был путь, и почему так важна Скиния, вот мы сегодня и рассмотрим. Ну понятно, что сегодня не во всей полноте, но частично я затрону этот вопрос. А конкретно в сегодняшней главе, то есть в трех главах сегодняшнего раздела Торы, передаются подробные указания Всевышнего о создании всех самых важных элементов Скинии. Ковчега, миноры, стола хлебового предложения, собственно помещение Скинии, состоящего из святого и святого и святых, жертвенника, умывальника и ограждения для двора вокруг Скинии. Ну то есть о всем комплексе Скинии. И давайте, чтобы войти в тему, давайте мы прочтем несколько стихов из 25 главы книги Шмот. Они мне сегодня показались важными, и я буду тоже говорить именно об этом. Ну с разных сторон, но буду подходить именно к тому, о чем здесь говорится. Итак, 25 глава книги Шмот. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам, Израилю, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь, и шерсть, голубую, пурпурную, червленую, весоную, козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синей, дерево сетим, еле для светильника, ароматы для елея помазания, для благовонного курения, камень оникса, камни вставные, для ифоды, для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Здесь Господь говорит, от всякого человека, у которого будет усердие, примите мне приношение, нечто красивое. На тот момент это было самое красивое и самое дорогое. То есть в пустыне ничего красивее, ничего богаче не было. Говорит, вот из этого приношения сделайте мне святилище, и я там буду обитать. Это мое желание – обитать среди вас. Но это место, оно должно быть особенным. Сделайте мне приношение. И я буду сегодня говорить о приношениях, вот это будет ключевое слово, да? Ну, о приношениях не в прямом смысле, как мы обычно понимаем, да? Красивое и дорогое. Нечто другое. Ну, а в целом, исходя из этого местописания, мы видим, что Скиния – это прежде всего место обитания Бога посреди его народа, место встречи и общения Бога со своим народом. Скиния являлась, мы это тоже запомним, видимым местом пребывания невидимого Бога. Видимое место пребывания невидимого Бога. То есть для окружающих должно быть понятным, что это место особенное, да? И его можно было увидеть, туда можно было прийти, и можно было встретиться с Богом. По замыслу, ну, ради этого, по большому счету, и состоялся исход, ради того, чтобы было место, да? И где Бог мог пребывать среди народа, потому что это его мечта. И, друзья, давайте мы не забываем, что это все происходит в рамках восстановления отношений между Богом и человеками, которые были утеряны в Эдеме. Всегда все, что вот в Библии описывается, да? Вот от начала до конца, оно всегда все проводится в рамках именно вот этого процесса, да? То есть был создан человек, прекрасное место, прекрасная земля. Потом это было утеряно отношение, да? И земля, она исказилась. Вот. И все исказилось. И человек исказился грехом. Вот. И надо теперь это было восстановить. И все. Это процесс восстановления. Потому что мы иногда как бы сосредотачиваемся на какой-то, знаете, точке, да? И думаем, что в этой точке весь смысл. Но на самом деле весь смысл, он именно в этом. В восстановлении отношений, утерянных отношений между Богом и человеками. И центральным местом, да, и по замыслу Божьему, Израиль был создан и поставлен в центр всех народов, чтобы быть народом-священником, которые послужат всем народом в восстановлении этих отношений. Они, то есть Израиль должен был нести другим народам истину о Боге Израиле, о Творце неба и земли, мы сегодня писали, да? Мелеха Аллам, который желает восстановления отношений со своим сбунтовавшимся творением. И в этом замысле Скиния была центральным местом восстановления утраченных отношений. Центральным, но не единственным. Центральное место, но не единственное, потому что туда народ собирался, там ежедневно и постоянно там приносились, еженедельно, ежемесячно приносились жертвы. Но в то же время народ туда собирался, как народ, да? Мы знаем потом впоследствии, три раза в году на центральные праздники. Но еще по замыслу Божьему важным местом, где происходило религиозное воспитание народа, это была семья в рамках чего? Семья в рамках Шаббата. То есть это не зря Шаббат был назван первым праздником. В 23 главе книги Левит Шаббат среди всех праздников, кажется, исход, да? Такой самый Песок, Песок, вернее, самый праздник такой значимый. Но на самом деле он первым поставлен, а в Библии все делается не зря. Шаббат, потому что в рамках Шаббата в каждой семье происходило служение, можно сказать, да? Когда глава семьи, он назидал, он благословлял, имя Божье благословлял именем Божьим и жену, и детей, родителей и так далее, да? То есть он это было, ну, напоминал о том, кто сотворил небо и землю, кто сделал, кто сотворил Шаббат, да? Кто сотворил народ и так далее. А сюда, в Скинию, собирались люди. А для того, чтобы Шаббаты они происходили правильно, да? Для этого у Бога был замысел, чтобы все первенцы, они были священниками, служили при Скинии. Ну, потом так получилось, грех Золотого Тельца привел к тому, что только одно колено было выделено для этого служения, потому что оно не утратило, ну, не было запачкано грехом Золотого Тельца. Поэтому в дальнейшем левиты, они исполняли функции, ну, и священники из колена левитов, они исполняли функции служений при Скинии в качестве священников. Но все-таки центральное место в религиозной жизни Израиля занимал Мешкан и Лескиния, как место совместного поклонения Богу Израиля, место, где Бог через своих служителей провозглашал свою волю, место, где народ приносил совместные жертвы Богу. И три раза в году народ реально ощущал себя в единстве, да, друг с другом, с Богом, и все смотрели, вот когда миллионы людей приходили, и все говорили, да, мы семья, да, вот мы большая, мы семья, мы произошли от одного человека, да, значит, потом от его детей и так далее, и вот мы семья, и это наш Бог. И очень подробно, вот в этой главе очень подробно описывается все, что касается Скинии, ну, очень подробно. Тот, кто имеет желание и терпение все прочитать, он видит, насколько Богу важно, ну, именно каждый элемент, да, как, из какого дерева, значит, чем должно быть обложено, золотом, серебром, что у подножия, значит, должно стоять, сколько петелок должно быть там на каждом покрывале и так далее, то есть Богу важно, Он сам определяет место, где Он будет пребывать, это принцип, это принцип, Бог определяет место своего пребывания, и когда мы будем в дальнейшем об этом говорить, мы увидим, что это касается и нашего времени. И здесь я хочу провести параллель с сегодняшним днем, смотрите, Иоанна 1,14. «И слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, мы видели славу Его, славу как от Единородного Отца». Здесь слово «обитало», оно произошло, это глагольная форма от слова «скинова», вот, ну, от «скинии», да, и как бы, и можно перевести так, «и слово стало плотью и было скиньей с нами». Таким образом, Иоанн этим, он хотел сказать, что Ешоа – это тоже скиния, да, скиния, посредством которой мы имеем общение с Богом. Ешоа стал выражением желания Бога и осуществлением желания Бога обитать среди всего своего народа и иметь с ним близкие отношения. И если во времена скинии, во двор скинии могли войти только ритуально чистые израильские мужчины, только мужчины ритуально чистые, да, обслуживать ее могло только одно колено, ну, производить работы какие-то, да, приносить жертвы могла только одна семья из колена Левия, а в святое святых мог зайти только один человек. Мы видим, да, что меньше, ну, как бы все больше и больше идет такой отбор. Вот, то сейчас, во время Нового Завета, смотрите, что говорит Евреям 10, 19, «мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Слава Богу, друзья, да, это, это, ну, когда вот над этим задумываешься, да, вот как раньше можно было приходить, да, вот, насколько это был путь длинный, да, путь такой сложный, вот, то теперь это доступно каждому. Но, друзья, мы тоже должны понимать, что понятие чистоты, да, святости, которое было заложено образами через Кинью, оно касается и нас. Мы не можем запачканное, да, ну, имеется в виду посмотреть, говорится, что-то не очень хорошее, поругаться там, это, а потом прийти к папочке так, папа, вот я здесь, вот, пожалуйста, благослови меня. Не получается, это не по слову, да, это не по тем принципам, которые Бог хочет везде. Он хочет, чтобы мы и сейчас, мы тоже, будучи его с Киньей, приходили к нему. А мы тоже с Киньей, потому что смотрите, что слово говорит. Не знаете ли вы, это Рав Шауль, 1 Коринфянам 6,19, что ваши тела – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Принцип тот же самый, да, с Киньей остается. Ешо, он невидимый, но мы, как живые камни, мы что делаем? Как бы наполняем, да, то есть мы делаем видимым дом Божий. И если раньше, ну, допустим, кто-то проходил мимо с Киньей, он понимал, здесь живет божество, он даже не знал по имени, но он понимал, это так красиво, это такое, ну, так необычно, там явно, это люди, ну, кто не знал бы евреев, да, они поклоняются божеству. А сейчас? Нам сейчас надо здание, ну, чтобы все сказали, о, там точно живет Бог. Ну, вы понимаете, я, ну, вопрос риторический, потому что мир, друзья, он устал, он устал от зданий, от красоты, и потому что он привык, что его обманывают, да, вот, что за красотой не всегда есть глубина, не всегда есть чистота, не всегда есть правда, и так мир зданиями не впечатлишь. Но какое приношение мы можем сделать? Какое приношение мы можем сделать, да, чтобы видимый, вернее, невидимый Бог, да, он стал видимым в его общине. Что мы можем сделать? Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное. Ешо, смотрите, он принес в приношение Богу кого? Себя. И что произошло? Бог стал видимым. Вдруг люди стали меняться, и все окружающие, они видели это, что приношение, одно приношение Ешо, оно меняет, ну, то есть оно изменяет мир, изменяет народы. Мы знаем множество примеров, да, когда меняются территории, народы, личности. Я лично пришел к Богу, потому что я увидел измененный характер, да, вообще изменения у моей мамы. Я сказал, вау, вот это что-то необычное, я, наверное, не стоит сходить вообще. Ну, я пошел, услышал слово и сказал, это точно, это то, что я хотел слышать. Понимаете? Меня это, не знаю, как у вас, ну, у меня это так оно произошло. Поэтому, когда в Римлянам 11, 12, Рав Шауль говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, он говорит, теперь вы принесите. Ешо принес, да? А теперь вы принесите себя. Теперь вы сделаете это приношение, но ваше приношение, это, ну, любой скажет, может сказать, ну, я здесь, значит, я приношение. Да? Вот. Ну, смотрите, там есть дальше что-то, там говорится, и не сообразуйтесь веков всем, но преобразуйтесь обновлению вашего, и чтобы, ну, преобразуйтесь, сделайте, видимо, свое преобразование. Не просто провозгласите, я сын Божий, там, или дочь Божья, ну, покажите, да, в жизни, притом не просто покажите из показа, а покажите из внутреннего содержания, что вы преобразованы. Мы, я, в связи с вами, все это к себе отношу. Вот, поэтому я как бы, говоря с вами, я не хочу там вот вас научить, я здесь стою такой весь преобразованный, вот, а вы там, значит, это слушаете. Нет, нет, друзья, это слово всем нам, особенно тем, кто здесь стоит, к ним больше требований, да? Вот. И тогда, когда человек придет в нашу общину, да, и он скажет, ну, конечно, они вообще-то странные какие-то, улыбаются, какие-то радостные, ну, чему радоваться-то, вот, что-то не обнимаются, да, вот, что-то начинают мной интересоваться, да, помолились, я исцелился, да, вот, и тогда, вот это, знаете, вот это, моя жизнь меняется, вот эта реальность, она становится, ну, настоящей, благословенной реальностью, да, благословит нас Господь именно в этом, да, чтобы мы действительно, вот это вот приношение наше, оно сделало видимым, невидимого Бога, и принесло Ему что? Славу. Давайте воздадим Ему славу. АПЛОДИСМЕНТЫ